Итак, начинаем с того, с чего мы обычно начинаем. Что? Ну, у нас сегодня мы празднуем независимость. Наверное, это привлекло твоё внимание. Совсем другая стилистика. Привлекает моё внимание уже с конца 80-х годов. Далеко не первая. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что абсолютно другая стилистика, абсолютно другой подход. Нет, причём, что показательно, что мы услышали сегодня не только Владимира Зеленского, но и бывшего президента Петра Алексеевича Порошенко. И мы смогли сравнить две эстетики. Да, речь Зеленского очень хорошая. Ну, там у неё много достоинств, и я не буду о них сильно распространяться, иначе меня, кстати, тут под халюмом и снова скажут, что я хочу получить гражданство Украины в льготном путём. Поэтому так и говорю. Нет, действительно, хорошо подготовлена и хорошо произнесена. В актёрском профессионализме ему не откажешь. Но самое главное, что, конечно, это была речь построена не по стандартным канонам военного времени, как строились все обращения Петра Порошенко, и нынешние тоже, когда он уже не президент. И то, что в обращении за выступление Зеленского не было слов «Россия и агрессор», это очень важно. Потому что ведь самая главная зависимость Украины от России, так как Россия от США, например, психологическая. Это не политическая зависимость, не экономическая, не какая-то ещё. Это стандартный сюжет. Я, как психолог-самоучка, много раз его проходил, изучая историю болезни моих пациентов, скажем так. Хотя это нельзя, поскольку я не врач, я не могу в прямой так, ну, так сказать, не точный термин, а приблизительный. Но условно они обозначают то, что имеет место, что там жена не может идти от мужа, хотя он её избивает. Собственно, в девять десятых времени она обратится на рассказ о том, как муж ужасен. И не только потому, что он её избивает. Но она его всё равно любит. А потому что он пьёт, не приносит денег в дом, дурно влияет на детей. И после этого всё-таки в последние 10% выступления выясняется, что она от него не уходит и не уйдёт. И здесь раскрывается, собственно, природа этой психологической зависимости. Поэтому психологическую зависимость от России можно преодолеть, когда не упоминаешь её ни в положительном, ни в отрицательном контексте. Россия – это всего лишь одна из стран, окружающих Украину. Да, в отношениях с ней есть существенные проблемы с провоцированной самой Россией, её агрессией, безусловно, для 2014 года. Но спровоцированная отчасти, знаете, как изнасилованная дала повод насильнику. Сейчас такая формулировка непопулярна. Но вот этой своей психологической зависимостью от России Украина дала повод. И дали повод, конечно, украинские элиты, которые особенно психологически зависимы от России, зависимы от неё по бизнесу. Потому что с кем не поговоришь, а ведь это свойственно крупным бизнесменам не только в Украине, но и даже, например, в странах Балтии, которые, казалось бы, уже давно полностью отчалили от российско-советского берега, находятся в Евросоюзе и НАТО, бояться им нечего. Но нет, как только, например, поговоришь с каким-нибудь бизнесменом лотвийским или литовским о том, можно ли сделать что-нибудь, что идёт вразрез с интересом России, нет, конечно, нельзя. Зависимость огромная. Как же, на что же мы жить-то будем? И в этом смысле выступление Владимира Зеленского было очень мощным именно в смысле преодоления этого, того, что удалось избежать. Что война и Россия упоминались исключительно метафорически. Что свидетельствовало о том, что Россия не будет главным фактором для этого президента. Даже если он сказал неправду, грубо говоря, даже если он думает не так, как сказал, всё равно это очень полезно для Украины и правильно. Шаг на правильном пути. Ну, ещё, конечно, я не могу тебя не спросить о том, как ты оцениваешь визит премьера Израиля. Мы, по-моему, с тобой не обсуждали это. Да, вот что ты считаешь какие-то. Да, потому что мы снимали программу в самом начале визита, когда ещё даже Сара Нетаньярову не бросила хлеб-соль на землю. Вот-вот-вот. В политическом смысле является колоссальной проблемой для Беньямина Нетаньярова. Да, потому что, собственно, все коррупционные скандалы, так называемые, вокруг израильского премьера, связаны в основном с ней. Но это не коррупционные скандалы, к которым привыкли мы в России и в Украине. Это не урваны миллиарды чего-нибудь. Это, типа, заказала за казённый счёт ужин в ресторане. Или, значит, воспользовалась в неурочное время услугами горничных. Вот в Израиле такая коррупция, да, ужасная. Нам смешно, им нет. Из-за этого Беньямин Нетаньяху может лишиться премьерского поста. И, собственно, уже несколько израильских партий в преддверии очередных парламентских выборов, которые будут 17 сентября, заявили, что готовы даже заключить, создать коалицию с партией Ликут, лидером которого является Нетаньяху, но только при условии, что он больше не будет премьером, потому что чуть не может быть главой правительства человек, против которого три уголовных дела. А по масштабу три уголовных дела это всё, так сказать, заказал еду в ресторане за казённый счёт. Потому что он должен постоянно ходить на допросы, а если он будет постоянно ходить на допросы, тогда же он будет справлять государство. Но я думаю, что отношения Нетаньяху-Сары и Нетаньяху тоже похожи на отношения Украина-Россия и на весь описанный нами комплекс психологических проблем, потому что это, да, мы с таким непростым характером, скажем так. И ведь ясно, что бросание хлеба с солью на землю не было связано с пренебрежением к Украине. И там скандал случился ещё на борту, когда она воевала с экипажем самолёта, к которому они летели, и пыталась прорваться в кабину пилота, куда её, к счастью, всё-таки не пустили, поскольку соображения безопасности в Израиле всегда превалируют над какими-то статусами. Яркая женщина, тут как бы не поспоришь, конечно. Всегда, когда человек может держать под контролем целого премьер-министра, пусть не самый большой, но очень важный для мира страны, ему не откажешься в самого разного рода достоинствах. Просто так этого быть не может, не так. Тем более, собственно, Сара Нетаньяху, ещё не Нетаньяху, и Бениамин Нетаньяху познакомились в самолёте. Она его третья жена, и она была стюардессой авиакомпании «Эляля», когда он был постоянным представителем Израиля при ООН и работал в Нью-Йорке. И вот на рейсе Нью-Йорка в Тель-Авив они и познакомились. А надо сказать, что часто случающееся пристрастие начальников к своим секретарям, причём даже разного пола, поскольку начальники же разные бывают, секретари, впрочем, тоже, к стюардессам и так далее, оно очень объяснимо, так называемым, синдромом замкнутого пространства. Когда человек разочарован в своей личной жизни, а поговорить ему не с кем, поскольку он проводит очень много времени в каком-то одном месте, например, в кабинете, или как Бениамин Нетаньяху период его службы в Нью-Йорке в самолёте, то он начинает зацикливаться на том человеке, в обществе, в котором он постоянно находится. Если человек умеет этим синдромом замкнутого пространства успев искусно манипулировать, то он и, так сказать, срывает весь банк. Поэтому, да, Сара Нетаньяху, безусловно, непростой человек. Сейчас же говорить непростая женщина даже и нельзя, потому что это секси. Я сказала яркая. Да-да-да. Ну, тебе можно, потому что мне нельзя. Хорошо, а если мы отлижаемся немножко от Сары, да? В политическом смысле, на мой взгляд, ничего не произошло. Как говорил Даниил Хармс в своей известной «Меняйте лови момент», что такое момент? Эпоха только очень маленькая. Как надо ловить момент? Раз, два, три, ничего не произошло. В общем, Нетаньяху пока не взял на себя миссию посредника между Украиной и Россией. Ясно, что этот визит был нужен ему, чтобы перед выборами показать, что, может быть, Украина начнет платить пенсии выходцам с Украины, которые живут сейчас в Израиле. Зеленскому этот визит тоже был важен именно в ритуально-символическом смысле, потому что это первый визит лидера другой страны в Киев при этом президенте, при шестом президенте Украины. И Израиль, конечно, это не США, но тоже ничего. Для первого раза сойдет. Поэтому я думаю, что, к сожалению или к счастью, но ритуальная составляющая все исчерпалась. Пока на израильское посредничество мы рассчитывать не можем. Смотри, 29-го числа начинается у нас девятая сессия, девятый САЗ, так называемый. И уже даже до этого много разговоров, много дискуссий. Журналисты недовольны известным скандалом, как ты знаешь, когда заявили, что они не нужны. Политики оппозиционные недовольны тем, ты видел схему рассадки. Ну, ты же специально сделанная, так понимаешь, что пенсионеры не могли блокировать трибуну. Да, 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 совершенно верно. Блок Петра Порошенко и Европейская солидарность теперь уже того, на задвинку это на галерку. Дальше только журналисты. И, конечно, главный вопрос, серьезный, это то, что в стране, где нет закона об оппозиции, а как будет действовать монокоалиция? Причем, что характерно, те члены команды Зеленского, с которыми я разговариваю, будущие депутаты или уже нынешние, по сути, они совершенно искренне говорят, что они не знают, какие у него планы. Они не знают, как будет решаться тот или иной вопрос. Они ждут с нетерпением, как дети в школе или в детском саду, а что же им скажут говорить, понимаешь? А не вызывает это какое-то недоумение и тревогу вообще, на самом деле? Ну, это всегда вызывает тревогу, потому что абсолютная власть – это огромный соблазн. И под какими бы демократическими лозунгами правитель не шел к власти, если эта власть ничем не ограничена, то это всегда опасно. И вот тут наш общий друг Алексей Алексеевич Венедиктов в интервью нашему другому общему другу Дмитрию Ильичу Гордону говорил, что если Зеленский станет диктатором, то это очень хорошо, потому что диктатору всегда легче договориться с Владимиром Путиным. Ну, если бы главной, единственной задачей Зеленского было договариваться с Путиным, может быть, это было бы хорошо. Но если задача в том, чтобы строить европейскую Украину, то это как раз очень плохо. Но здесь я не стал бы впадать в пессимизм. Потому что что происходит, когда человек начинает брать непочину, уже показал нам Виктор Федор Чинукович, в меньшей степени, но тоже ярко показал, ярко как Сара Нитаньяху показал Петр Алексеевич Порошенко, то есть не удастся Владимиру Александровичу монополизировать власть, как бы он к этому не стремился. И вот это еще одно доказательство, свидетельство того, что Украина не Россия. Поэтому, может быть, такие поползновения и будут, но я надеюсь, что у Владимира Александровича хватит чувства юмора, самой иронии, а главное способности анализировать исторический опыт, причем ближайший, чтобы этого и не пытаться делать. Кстати, ты вот вспомнила Петра Алексеевича Порошенко, у тебя спрошу, какой инженер человеческих душ. Он поначалу не появился же на параде, а потом как-то вдруг раз и присоединился к трем президентам предыдущим, там, Корчуку, Ющенко, Кучме и так далее. Вдруг он как-то со средины появился, в очень таком грустном состоянии, когда у него журналисты спросили, ну, а почему он сразу не пришел? Он сказал, ну, я не знал, что там будет. Вот как ты считаешь, в каком настоянии он пришел? И почему все же? Он же не собирался, насколько я понимаю. Когда время рассказывания анекдот еще не пришло, я вот один расскажу. Как у Рубиновича спрашивают, Рубинович, почему вы не были на последнем партийсобрании? Ну, товарищ, если бы я знал, что оно последнее, я бы обязательно пришел. Я слушал внимательно речь про Алексеевича, где были и Россия, и страна-агрессор, и война, и рождение в муках. И, ты знаешь, я подозревал это все последние пять, все предыдущие пять лет его президентства. Но сейчас эти мои подозрения почти что оформились в уверенность. Мне кажется, власть сыгралась, воздух свободы сыграл с профессором Плечнером злую шутку. Мне кажется, Петр Алексеевич действительно уверовал, что история Украины начинается с него. Начиналось с него. Что до него Украины не было. То, что транслировала народная артистка СРА Дороговцева, которая, будучи доверенным лицом господина Порошенко, говорила, что она впервые живет в Украине только сейчас. А при Щербицком, когда она стала народной артисткой, она не жила. Вот, это было что-то другое. То есть он действительно ощущает себя фигурой исключительного исторического значения. Он не понимает, почему неблагодарный украинский народ отверг его. И, как часто бывает в таких случаях, вся вина возлагается на народ. Потому что в стране есть 73% дураков и 25% умных, которые голосовали за него. Но это потому, наверное, по ночам рассуждает, бессонными ночами рассуждает Петр Алексеевич, что народ еще не дорос, он не стал достаточно взрослым, он купился на подачке, на популярность клоуна и фигляра Зеленского. А пройдет еще несколько лет, народ осознает свои ошибки и вернет меня во власть. И даже, в общем-то, на нашем с тобой, к счастью, не очень долгом веку, мы видели такие же примеры. Там, условно говоря, Михаил Сергеевич Горбачев. Я был абсолютно уверен, что распад СССР – историческая ошибка. И вот сейчас народ это осознает, и все вернется назад, и все поклонятся ему и так далее, и так далее. Да мне кажется, что и Виктор Федорович Янукович с Николаем Яновичем Азаровым, сидя там где-то в российских лесах, рассуждает примерно так же. Ну а уж Леонид Макарович Кравчук, с Леонидом Даниловичем и говорить нечего. Один дал независимость, другой создал оформленный институт для государства. Но в речи Петра Алексеевича откровенно сквозил. Украина началась с него с 2014 года. Если бы не он, Украины бы не было. И он не в состоянии смириться с мыслью о том, что он больше не у власти, и больше там никогда не будет. Но, с другой стороны, он человек системный, поэтому он должен был прийти на этот... Он же пришел на прием в Мариинский дворец, да? А не на парад. Он пришел, да, да. Нет, он на парад не пришел. Он пришел на прием, да. На шествии, вернее, парада и не было. На шествии он не пришел. Потому что это шествие имени Зеленского. Он не мог быть там второй. Зеленский был явно первым. А в Мариинском дворце вроде все эти грани стираются. Все президенты нынешние, бывшие, почти или практически равны. Вот все-таки он пришел, чтобы не выглядеть абсолютно изгоем и напомнить, что он есть. И был такой анекдот еще, как в 31 декабря, сейчас этот анекдот уже звучит вдвойне, не анекдотом, но это анекдот 2003 года, как в 2001 декабря 2003 года Владимир Владимирович Путин выступает с новогодним обращением и говорит, «Дорогие россияне, я устал, я ухожу». После чего на экране появляется Борис Николаевич Ельцин, говорит, «Дорогие россияне, я так прекрасно отдохну». Алексей все ждет того часа, когда он скажет украинскому народу, что он прекрасно отдохнул. Но этому прекрасному отдыху еще поспособствует 13-15 уголовных дел в Государственном бюро расследований, потому что прекрасно отдыхать ему придется, видимо, в Испании или на Мальдивах. А тебе жалко его? Какое-то чувство испытываешь, когда ты смотришь на него? Понимаешь, я написал словарь антонимов, который ждет своего часа. Я публикую только отрывки из него. И там среди антонимов, ну вот, например, очень важная пара антонимов, а не синонимов, это «дурак» и «мудак». Вот очень часто так бывает, что умный человек – «мудак». Да? Конечно. А «мудак» – да, и так далее. Это совершенно разные категории, дурак и мудак. От социального поведения, это не имеет отношения к интеллекту никакого. Еще, значит, я потерял мысль, о чем мы говорили. Я спросила, жалко ли тебе его? Да, да. Так вот, антоним – это «добрый» и «хороший». Вот очень часто бывает, что «хороший человек» от них не «добрый». Вот мне поэтому всю жизнь помогали плохие люди, которые не переживали за чистоту своих рис. А «добрый человек» от них не «хороший». Он совершает много ошибок, которые наносят ущерб окружающим. Вот я не «хороший человек», я «добрый». Я никому не желаю зла, в том числе и Петру Алексеевича. В этом смысле мне его, безусловно, жалко, поскольку он действительно человек очень умный, я его лично неплохо знаю. Человек, который, как мы с тобой уже обсуждали, уже хорош тем, что он искренне любит свою жену и свою семью. Что, так сказать, на высших этажах власти и крупного бизнеса не так часто встречается. У него немало достоинств, а мне его жаль, что просто у него не хватило масштаба личности и мышления, чтобы осмыслить то, что происходило с вверенной его печенью страной и что произошло с ним по итогам президентских и парламентских выборов 2019 года. Но Господь милосерден, и, может быть, Петр Алексеевич это осознает, в любом случае он должен осознать, что в власть вернуться ему не удастся. Пройдя не только его период, пройден и исторический период, когда он мог быть в власть. Стас, ну у нас практически ни одной программы без Трампа, и тут я не буду себе изменять. А Трамп сказал, что он, в общем-то, не возражает и даже инициирует возвращение России в большую восьмерку. Отчего же он так? От нелюбви к Евросоюзу. Трамп же антисистемный ведет. И на, собственно, антисистемный, антистрельбашментарный волне он пришел к власти в США, получив, впрочем, на 3 миллиона голосов избирателей меньше, чем Хиллари Клинтон, но благодаря американской избирательной системе все равно победил. Он не любит вот эти европейские ценности, политкорректность, гей-браки, шесть полов, родитель один, родитель два, установление бюрократии, кривизны моркови, минимальной массы клубня картофеля. Он этого всего не любит. Он, так сказать, любит свои эксцентричные выходки, свободу слова про Трампийский, свой Твиттер, не любит средства массовой информации традиционной, и поэтому ничто не может преодолеть его раздражение, даже его другом Макроном не говоря уже об Ангеле Меркель. Он жутко приветствует Брексит и готов создать зону свободной торговли с Великобританией после Брексита и очень любит такого же перпендикулярного Бориса Джонсона. И на этой волне, конечно, ему нравится Путин, потому что он во многом такой же. И более того, избирателю Трампа нравится Путин, ведь не надо недооценивать популярности Путина на Западе. Настроиться не только на подкупе западных политиков, но и на том, что вот этот рубаха парень, который в гробу всех видал, западному обывателю, ну, и сейчас не большинству западных обывателей, но значительной массе западных обывателей нравится. Но это не значит, что Россия вернется. Не вернется она. Я не верю к возвращению воссоздания группы восьми, потому что Евросоюз все-таки этого не допустит. Не допустит этого и Канада, где сильна украинская диаспора. Да, я думал, что лоббировать возвращение, восстановление статуса группы восьми будет. Италия, возможно, Маттео Сальвини, лучший друг Путина и объект его спонсирования в размере 60 миллионов евро через Роснефть и Ирине станет премьер-министром вскоре, поскольку популярность его резко выросла, опять же, на волне борьбы с мигрантами, что близко и Трампу, но все-таки нет. Франция, Германия и даже главный союзник США и Великобритании будут просто. Так нет. И здесь заявление Дональда Туска, хотя сейчас Дональд Туск далеко не главный персонаж во всей этой игре. Оно симптоматично. Я не думаю, что Украину пригласят в качестве гостя на группу семей, но и Россию не восстановят, потому что все-таки ценностный разрыв между евроатлантическим миром и путинской Россией слишком велик. А если говорить об интересах экономических, политических, то все-таки Россия не на авансценте. Это не главное для группы семей. Сейчас главные две проблемы. Одна из которых будет обсуждаться публично, обсуждается публично на саммите в Биорице, который сейчас проходит и заканчивается, пока мы находимся внутри нашей программы. Вторая не публично. Это первая публичная проблема это пожары в лесах Амазонии и в Бразилии. Сколько леса Амазонии дают 20% мирового кислорода. И Манюэль Макрон уже обвинил нового бразильского президента Жаэра Болсонару в том, что он не только скрывает масштабы бедствия, но и во многом стимулирует вырубку лесов в рамках своей экономической политики. Это может быть колоссальная катастрофа с точки зрения глобального потепления. Кстати, глобальное потепление, если бы я был советником для Алексеевича Порошенко, я бы подсказал, которым, к счастью, никогда не было, не буду. Поэтому прошу не воспринимать это как на то, что я напрашиваюсь на это, не дай бог. Я бы подсказал, что надо в речь вставить, что глобальное потепление очень выгодно Украине. Потому что в результате глобального потепления должна расставить в России вечная мерзлота. И если она расставит, Россия лишится нефти и газа, своих основных политических ресурсов. И вторая проблема – это введет ли Китай войска в Гонконг, где протесты выходят все на новый и новый виток. И вот и то, и другое означает катастрофу. Если действительно леса Амазонии перестанут функционировать, если Китай ведет войска в Гонконг, первая – климатическая катастрофа, вторая – экономическая. А вот и второе можно подробнее? Потому что Гонконг – это сегодня основной хаб для инвестиций. Китай и так терял все последние годы инвестиционную привлекательность, потому что он зажрался. Нищий Китай был всем выгоден. Потому что близко к нулю цене рабочей силы и других ресурсов там было очень удобно размещать производство, и Китай был фабрикой мира. Сегодня Китай уже далеко не самая дешевая территория для размещения производства, которая уходит из Китая и в соседние страны типа Вьетнама, и в далекие от Китая страны, зато близкие к основному заказчику Америки, например, Мексико. И не случайно тот же Трамп призывает американские корпорации срочно уходить из Китая. Этот призыв не безумен, поскольку он пришелся ко времени и к месту. Соответственно, будет замедляться экономический рост Китая, а замедление этого экономического роста в два раза будет колоссальным ударом по всей экономике, поскольку это замедляет и потребительский спрос. Ну, а вторжение в Гонконг и попытка оспорить автономный статус Гонконга, который на 50 лет был предоставлен ему в 1997-м в момент передачи из-под британского контроля, он приведет к тому, что оттуда разбегутся все инвесторы, а Гонконг – это главный инвестиционный хаб Китая, Юго-Восточный Азия. Вот это, и поэтому упадут все фондовые индексы, вырастет только доллары и золото, потому что эти активы не пропьешь, кто в том, что не говорит. Поэтому Трампу это все выгодно как раз. Он как раз действует в исполненном осознании собственных выгод, но в ущерб всему остальному миру и ценностям интеграции. Поэтому, да, я допускаю, что Путин нравится Трампу больше многих европейских лидеров, но все же необходимо сохранить мир и порядок таким, как он есть с лидерством евроатлантических стран, он будет превалировать, Россия не вернется. Просто сейчас Запад начал маневры с отдельной стороны Запада, связанной еще с тем, что все-таки Гиппе надо использовать политику пряника по отношению к Путину. Если бы Путин получил за 2013 год Нобелевскую премию мира, а такая перспектива всерьез обсуждалась в связи с его исторической ролью в ликвидации запасов химического оружия в Сирии, то ничего не было бы. Не было бы ни аннексии Крыма, ни войны в отдельных районах Донецка и Луганской областей, немного еще чего. Не такого закручивания гаек самой России. И Путину просто плюнули в лицо, как Брежнев в 1975 году, когда Брежнев подписал Хельсинские соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году. А Нобелевскую премию мира в этот год получил его главный оппонент Андрей Дмитриевич Сахов. Так и здесь. Путин лишил Сирию химического оружия. Хотя до сих пор не ясно, так это или нет, конечно. Путин же в простоте словом не скажет. Нобелевскую премию мира дали за Сирию и за химическое оружие, но не ему. А организация за запрещение химического оружия, которое не сыграло в этом процессе никакой роль. Вот. Поэтому сейчас начинаются танцы, заигрывания, попытка сыграть на том, что Путин хочет уговорить себя, дескать, час великого перелома близок, Запад снова упадет в мои объятия. Украина никому не нужна, что отчасти правда. Она нужна, но не до такой степени, как это кажется. Никто никому не нужен. Некоторым украинским политикам, да, полагаться на только на себя. Вот. Но слишком далеко это не зайдет. Отдельные поставления в адрес России будут, но не то, что перевернется мир и вдруг неожиданно Запад благословит Россию на продолжение агрессии в Украине, вот так, а их танков Киев. Этого не будет. Ну, напоследок, предлагаю перед анекдотом немножко посплетничать. Ну, я знаю, что у вас очень на этой неделе много обсуждалось вот эта история, когда пришел на политический дебат, на эхо, по-моему, будущий Константин Богомолов, не Юрий, а Константин Богомолов, и он жених уже официально, Собчак. Нет, больше того, я докладываю официально нашим зрителям со свадьбой 13 сентября. Да, 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 я тоже знаю об этом, и оказалось, что он очень слабый дискутант на самом деле, потому что Парховенко очень агрессивен, потому что, как выяснилось, Костя искренне не любит и не понимает политику вообще. И хочу у тебя спросить, зачем он пришел? Ведь Ксения человек опытный достаточно, зачем она его привела? Нет, Ксения скорее пришла с ним, потому что она понимала, что так будет. Если бы она считала, что он легко выиграет эти дебаты, она бы с ним не пришла. Но она же могла ему сказать, не иди, зачем? Скажи с больным. Нет, дело было так, все начиналось с канала «Дождь», где известный российский журналист Илья Азар, который важный функционер, организатор и часть коллективной души нынешних протестов, вызвал, собственно, дебаты Константина Богомолова, которая официальное доверенное лицо мэра Москвы Сергея Собянина. Этого совершенно не скрывает, что невозможный список доверенных лиц выложен на сайте мэрии. Но он не позволяет тебе публичные высказания на эту тему, в то время как остальные доверенные лица прячутся по кустам, как правило, чтобы и нашим, и вашим, чтобы остаться своими для прогрессивной общественности и вместе с тем подмазать Собянина и получить от него что-нибудь. И у многих это удается. А Константин Юрьевич, вот он, так сказать, очень активен публично уже давно. И поэтому его вызвали на дебаты над «Дождь» с Ильей Азаром, на что он отказался, сказал, что он не знает, кто такой Азар, но популяризировал бы охотно с Пархоменко или Леони Парфенова. На что Дождь ему ответил, что это неэтично, потому что инициатор всех дебатов Азар, изменить его нельзя. Тогда дебаты с Пархоменко переползли на их, на их и Москву. И, что я могу сказать, Константин Юрьевич выступал, да, я считаю, не самым сильным образом, но он, во-первых, его позиция была абсолютно целостной и последовательной. Вот он выступал, как и должно выступать доверенное лицо Сергея Собянина. Он, так сказать, не сморгнул ни разу. Он четко сказал, да, я за Собянина, идите в баню. Вместе с тем, я его сказал, не оправдать, потому что человек занимается театром, он посвятился театру. И для него то, что он худрук театра на Малой Бронной, гораздо важнее результатов московских протестов. Ну, он так и говорит, собственно говоря. Да, поэтому, что ж, его тревожит, не мешает в мустое спектакле. Я считаю полностью легитимным. В то время как позиция Сергея Борисовича Пархоменко должна, казалось бы, быть мне гораздо ближе, но я считаю, ее несколько менее легитимным. Она внутренне противоречива. Потому что он призывает к усилению эскалации протестов. Да, сам он находится... В Вашингтоне? Да, считал, он кричал, что это неприлично упрекать его в Вашингтон. Нет, прилично, прилично. Да, потому что менты-то загребают тебя не в Вашингтоне, а в Москве. Причем они загребают тебя безо всякого повода. Вот я сейчас выйду на улицу, меня спокойно загребут, мне ни за что. По старому известному анекдоту ни за что 10 дают. Помнишь? Насколько тебе лет посадили? На 5. За что? Ни за что? Ладно, рассказывай. Ни за что 10 дают. Слушай, а вот это вот... И вместе с тем он рвет на себе волосы и кричит, ах, как же так, сидит в тюрьме 30 дней оппозиционной политикой Ильи Яшин. Ну так ты или призывай к усилению эскалации, или плачку Ильи Яшину, который избрал этот путь, путь героя и последовательно им идти. В общем, я считаю, что самым главным результатом этой полемики что свадьба 13 сентября. Это прекрасно, я хочу просто еще уточнить этот момент. Вот это вот случайно, вот эта фраза о накипи там какой-то Балашихинской или какой-то... Это лично, конечно, неудачно. Это случайно вырвалось или это на самом деле и есть такое не только Костин, а многих отношения вот к народным массам? Сказал Ксения Анатольевна Собчак в своем блоге. Нет, это личный выпад против оппозиционного российского политика Любови Соболь. Есть такой политик Любовь Соболь, которая очень похожа на Ксению Анатольевну. Да, и она как-то, мне кажется, даже культивировала в себе одно время эту схожесть, и эта схожесть уже докультивировалась до степени смешения. Нет, Любовь Соболь я лично знаю, она талантливая очень у меня дама, талантливый человек, я прошу прощения, чтобы меня не обвиняли в сексизме. Если она была в тени Алексея Анатольевича Навального, то сейчас, благодаря этим протестам, она вышла из тени и, в общем, стала звездой сама. И это личный выпад Собчак против Соболь. Это Соболь из Балашихи. Она родилась в подмосковном городе Балашиха, который является почти синонимом жуткой береги, справедливой или нет, я не берусь судить, поскольку и в городе Москве, где я родился, есть немало районов, ничуть не лучше, а то и хуже Балашихи. И я, собственно, жил в таком районе довольно долго, не буду называть его, чтобы не обижать своих собратьев и сосестер по малой родине. Вот. Это личный бабский конфликт. Сейчас я точно сказал, что это совсем не политкорректное, но зато исчерпывающее, описывающее, что произошло. Это не политический конфликт. Потому что Любовь Соболь очень наезжала на Собчак и говорила, как она лицемерно была своим участием в президентских выборах 2018 года и впоследствии с критикой позиций лагеря Навального и так далее, и так далее. Они, в общем, там зарубились. Ну да, и с Пархоменко она зарубилась. Он достаточно, я бы сказала, жестко ответил и после этих дебатов. Ну, Сергей Борисович, он как бы ценит свою жесткость, но, как правило, проявляется в письменном виде. В устном виде он старается ее избегать. И, на мой взгляд, письменная жесткость, это так часто бывает с еврейскими мальчиками, выражаясь терминологией смелы, когда они не видят оппонента. А когда видят, они съезжают с темой. Да. Ну, вот Сергею Борисовичу это очень свойственно, и поэтому он предпочитает кровавый режим мочить из института Кеннона на Вашингтоне, что я полностью поддерживаю, одобряю, но прошу принять его в них. Хорошо, тогда перед финальным анекдотом будешь тогда спрашивать или нет? Или в этот раз мы? Нет, все-таки важное еврейское свойство это занудство, поэтому я могу тебя спросить, попоручено ли уже Владимиру Бойко заниматься расследованием матримониальных дел Свинарчука-Гладковского? Но нет, я спрошу не это. Все-таки вот сегодня, вернее вчера, прошу прощения, Вадим Александрович Зеленский заявил, что у него два кандидата на постпремьеру. Так кто будет-то все-таки? Вот мне говорят, что будет или Ветренко, или Гончарук. Ну, речь идет о том, что будет, ну, мне говорят, что возможно это будет Гончарук, а возможно это будет все-таки Рожкова. Ну, посмотрим. По крайней мере, это кто-то будет из этих пятерых, которые постоянно тасуют и которых называют. Хотя, если следовать логике российских президентов Бориса Ельцина и Владимира Путина, я думаю, обязательно не из этого списка. Вот тогда Владимир Александрович подтвердил бы, что действительно его политика даже в этом вопросе радикально отличается от логики предшественников. Хотя можно взять на вооружение опыт Евросоюза и назначать премьеры на полгода. Вот взять всех этих людей, пусть там полгода Рожкован, полгода Чарук, полгода Витренко. это же будет, если кто-то из этих пятерых, то это будет сигнал о том, что все-таки американский обком пока рулит. Ну, если это будет, я бы сказал, что это будет не главный сигнал. Американский обком ясно, что он влияет, но избегать его влияния тоже легко можно, если грамотно работать с этим материалом. Это будет сигнал о том, что Владимир Александрович нужен управляемый, контролируемый, не наделенный отдельной самостоятельной политической волей премьер. То есть, это скорее будет Зеленский обком, чем американский обком, так или иначе. Вполне возможно, что так оно и есть, что к этому Владимир Александрович стремится, но он никогда не должен забывать, это в жанре совета старого еврея, что люди, которые на стартовом этапе кажутся абсолютно управляемыми и лишенными дальнейших амбиций, очень часто поступают наоборот. У них возникает, опять же, великий перелом в мозгу, когда они дорываются до власти. А вот люди, для которых власть органична, которых не привыкли, у них таких великих переломов уже не совершается, и поэтому с ними сложнее договориться, зато вернее они будут выполнять свои гарантии. Гораздо больше вероятности. Стас, и уж совсем напоследок, как с твоей точки зрения, вот, 100 дней президентства, да, как с твоей точки зрения изменился такой вот визуально-психофизический рисунок поведения? Помнишь, ты говорил там о легкой походке, от бедра, о легком дыхании? Есть сегодняшняя, опять же, вернусь к мысли о том, что и сегодняшняя речь Владимира Зеленского уже демонстрировала меньшую психологическую зависимость и от России, которая не звучала все правильно совершенно, и вообще от старых стандартов и стереотипов, что нет того мрачного выражения лица, что можно надеяться на то, что действительно пойдут европейские реформы, а не только стенание по поводу того, что пока не растаяла вечная мерзлота и не смыла всю Россию, реформы невозможны, и что украинские коррупционеры хороши тем, что они все украли в антироссийских интересах, как это звучало при Петре Алексеевичу, чуть ли не официально. Я вообще считаю, кстати, что одной из важных реформ могла бы стать легализация каннабиса, потому что вообще это один из глобальных трендов, и в Украине есть огромные, в сельскохозяйственном в связи с вознедованием грядущего рынка земли огромные возможности высаживания каннабиса, да не плантации каннабиса, а на базе каннабиса сейчас делают самые передовые лекарства против болезни Альцгеймера, в частности, а болезнь Альцгеймера это номер один статья расходов американских страховых компаний в медицинской области. То есть это не говоря уже... Ну да, потому что она катастрофически растет численно с людей, которые... Да. Ну хорошо, финальный анекдот. Да, я всегда меня восхищала трепетно-лицемерное отношение украинских элит к русскому языку, и сейчас мы знаем, что по-русски не должен говорить никто, кроме... не имеет права говорить никто, кроме депутатов парламента, собирающийся 29 августа. Вот это мера, конечно, потрясающая, да? Ну да, они последний момент из языкового закона убрали. Любой эстопник обязан говорить исключительно по-украински, но депутат, представитель украинского народа говорить по-украински не обязан. Ну, наперсточники. Да, да. Просто наперсточники. Я вспоминаю известный анекдот про Рабиновича. Как вызывает Рабиновича в КГБ, говорит, товарищ Рабинович, нам стало известно, что вы учите еврит. Значит ли это, что вы собираетесь эмигрировать в Израиль? Нет, товарищ Рабинович, нисколько. Я просто вычислил в Библии, что в раю все говорят на еврите, а рано или поздно я умру и хотел быть полностью подготовленным к раю. Простите, товарищ Рабинович, а у вас нет предположения, что вы впадете в ад? Ну, товарищи русские, я с детства знаю. Отлично. Спасибо большое. Спасибо большое. Надеюсь, ты же обещал, вернее, не обещал, собирался в сентябре в Украину. Есть надежда, что приедешь. В сентябре мне дважды пытались не пустить. Я надеюсь, что таких эксцессов сейчас не будет. Собираюсь по-прежнему, да. Слава Украине, героям слава. Днем независимости. Спасибо большое. Все, тогда до встречи через неделю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok